Вот пока вот эти 144 позиции все не будут разобраны, этот лот, который состоит из 144, он не будет отправлен на торговлю. Когда же? Поэтому мы ищем с вами товары, ориентируемся прежде всего на эти цифры. 144, 16, значит кто-то уже здесь разобрал 16 позиций, 18 позиций разобраны и так далее. Мы ищем какие-то товары, которые бы как можно быстрее все разошлись. Например, вот эти игрушечки, погремушечки, что оно такое, их 144 штуки, 30 крылок уже их разобрали. Если мы вся крылка, 15 товаров, вот этих вот разберем, 10 человек, то это будет там, скажем, 150 товаров, да? Даже нам всем не хватит. Вот 5 человек соберутся, по 15 товаров разберут или сколько там, и все эти 144 единицы будут уже разобраны по складам, скажем так, да? И тогда они все выйдут на продажу, быстренько продадутся, и мы получим быстренько возвратку денежку. Ну, быстренько как? Не то, что быстренько совсем быстренько, но 2 недели, как минимум, эти деньги будут висеть в резерве, потому что у нас существует закон о защите прав потребителей, и у нас, и в Соединенных Штатах. И везде все деньги, которые выходят с торговых операций, они все заморожены на 2 недели. Мы их забрать не можем, потому что любой человек может в течение 2 недель вернуть товар по собственному желанию, по браку, или просто размер не подошел, или цвет, так далее. Поэтому эти 2 недели деньги находятся в обстойнике. Теперь мы можем заказать эти товары, нажав на эту вот кнопочку, зарезервировать за собой, зарезервировать для того, чтобы они вышли на продажу. Мы нажимаем вот на эту кнопочку, и поскольку у нас здесь вот открывается вот такая табличка, да, открывается табличка, на которой мы видим. Вот что касается конкретно моего стримборда, конкретно моей торговли, да, вот моей. У меня на данный момент пакет, который стоит 150 долларов, я обновила его, вот здесь я вам это покажу, у меня активный статус, и у меня активный партнер, вернее, активный партнер и активный статус. У меня пакет Search, который стоит 150 долларов. Я сделала открыт совсем недавно, это произошло для того, чтобы я свой статус подтвердила своей активностью. То есть у меня сейчас должен быть статус региональный менеджер, а этому соответствует уже средняя цена пакета. Это для того, чтобы получать бонусы и так далее. Рост по статусу. Вот на этом пакетике, на пакете Search, у меня в доступе 30 товаров. Вот они здесь обозначены 30. Понятно, так? То есть если у кого-то пакетик начальный Prime, вот этот вот мы смотрим продукт, вот этот Prime, это который 50, 49,95 стоит, то здесь у нас в доступе 15 товаров. То есть когда вы откроете свой сплинборд и посмотрите вот на эту вот табличку, да, еще там у вас будет где-то что-то это указано. Вот здесь у вас будет написано 15. То есть вы можете взять 15 товаров. Я могу взять 30 товаров. У меня на моем внутреннем счете есть 4,5 доллара. Если у кого-то вот здесь на внутреннем счете нет ничего, ноль, то человек может пополнить свой внутренний счет так называемыми кредитами. Это те денежки, которыми мы с вами будем расплачиваться, вернее так, не расплачиваться, а мы на эти деньги будем резервировать. И они у нас никуда не уйдут до тех пор, пока товар не будет продан. Вот когда мы на эту стрелочку нажали, на эту активную строчку, у нас открывается вот такая вот форма для заполнения. Здесь мы ничего не заполняем, здесь уже все заполнено. Здесь мы тоже ничего не заполняем. У нас здесь тоже уже прописан наш адрес и наши все данные. Мы заполняем, единственное, что заполняем, это вот этот вот внутренний, внутренний, ну это вот для перевода уже, да, для пополнения. Здесь мы выбираем, какая у нас карта, у нас мастер-карта. Здесь мы прописываем данные карты, видеономер. Это, 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 это вот так, вот, написано своё имя, своё имя, своё имя. Здесь напишем свою фамилию. Здесь мы ставим номер карты, здесь месяц и год, CVV-код, и жмём кнопочку оплатить. Лилия, подождите, подождите, вверху этой страничке, там ещё надо выбрать, что мы покупаем. Вот здесь, select your credit. Да, здесь обязательно. А, да, совершенно верно, да. Здесь мы выбираем на покупку или 15, или 75, или 150 долларов, заводим на внутренний счёт. И у нас получится 15, 75, или 150 кредитов. То есть у нас 1 доллар, равняется 1 кредит. Окей, мы купили себе там какое-то количество. Из опыта можно взять 15, потом ещё докупать на 15, сколько надо, если не хватает. И если есть возможность добрать товар. Да, это, но мы сейчас с вами просто посмотрим, как всё это происходит, и какой мы имеем профит, скажем так, да. То есть мы возвращаемся на предыдущую страничку. Предполагаем, что мы пополнили. Ну вот, например, там у кого-то 15, у кого-то 75 здесь кредитов получилось и так далее. Мы выбрали вот этот товар. И мы с вами смотрим, сколько цена у этого товара. 0,53 цента, да. А мы с вами выбираем, какое количество товаров мы берем. 1, 2, 3, 5, 10, максимум 15. У кого здесь вот стоит 15, я могу взять 30. Да. И тогда мне система показывает. Извините, девушка, у вас на 50 не хватает. У вас всего 4,5, да. То есть здесь всё считается автоматически. Поэтому я смотрю и считаю. Смотрю и считаю. Я правильно что-то сказала? Может я что-то неправильно говорю? Сороче говоря, ладно. Вот мы один, например, выбираем. Выбираем один. И вот здесь вот обязательно мы ставим галочку. Что это значит за галочка такая? Это значит, что мы даем системе указания о том, чтобы система нам продала этот товар сама. То есть мы вручную этот товар на Амазоне продавать не будем сами. Вот здесь галочку мы ставим не будем. Пусть это будет нам немножко дороже на 3 копейки. Но мы поставим галочку вот здесь. Мы отдадим системе Infinii 35 копеек. Лилия Пагарович просит. Лилия Пагарович просит. Мы отдадим системе Infinii 35 центов. 35 копеек. И зато нам система это всё дело продаст. И нам система предлагает продать эту фигнюшечку, эту игрушечку, или что оно там такое, за 8 долларов 65 центов. Вот мы ставим сюда либо 8 долларов 65, вот ставим 8 долларов, а я хочу, например, 99 центов. 99 центов. Вот я ставлю 8,99. Вот на балансе у меня после того, как я сделаю эту покупку, останется 3,62. У каждого по своему, правильно? В зависимости от того, какие вы здесь. Я могу, например, 2 штуки купить. Вот не одну, а две. И тогда немножко больше денег потратится. У меня останется 2,74. А могу ставить 3,4. Вот 4 штучки могу купить. А 5 штучек могу купить. О, и 5 штучек. Ещё 10 копеек остается. Понимаете, да, как это всё играет? Как это всё происходит? И вот теперь мы нажимаем вот на эту кнопочку. Подожди, не нажимай, я ещё кое-что скажу. Созлить. Всё, всё зарезервировали. И по поводу вот этой минимальной суммы. Что это значит? Да, что это значит, зарезервировали? Я сейчас себе зарезервировала 5 штук вот этих вот штучек, мучек. Что это такое? Сейчас посмотрим, что у нас здесь произошло. Опять идём на продукт. Смотрим, где он у нас здесь был, этот продукт. Вот мы его здесь находим. Вот они, эти штучки. Помните, сколько здесь было? Здесь было 11 штук куплено, да? Когда мы вот это с вами сейчас, вот эти действия совершили, здесь стало, ага, 16 штук уже разобраны. Если сейчас каждый по 5 штук разберёт, или по 10, или по 15, этот лод весь уйдёт на продажу. И теперь что мы с вами делаем? Мы с вами идём опять вот сюда наверх. И сейчас посмотрим, что у нас тут на складе на нашем. Вот здесь вот на этой кнопочке у нас находится наш склад. Я, кстати, очень давно сюда не заглядывала. Сейчас посмотрим. Здесь на этом складе у нас находятся вот эти вот те шапочки, которые я уже давно продала. Но пока мы не видим статистику. Чуть-чуть попозже мы её увидим. 15 числа нам обещали и денежку за проданный товар, и статистику. И вот здесь каждый из вас, и я в том числе сейчас, я увидела вот этот вот купленный моё товар. На 4 доллара 4 цента 5 штучек вот этого штучек, вот этих вот штучек. Но мы всегда с вами можем этот товар отменить. Вот пока они не будут, вот здесь вот такие же зелёненькие, как и вот здесь, вот эти кнопочки, мы можем, вот этот товар я уже не могу отменить, он уже продан. Хоть ты жми, хоть нежми. А вот этот товар я могу отменить. Своей волей. Вот, и он уйдёт отсюда, и мои денежки вернутся обратно, и этот товар станет опять обратно, вот здесь вот в магазинчике. Вот. И вот таким вот образом работает спинги. Выбирать нужно товар, который практически весь разобран. Или договариваться, у нас даже есть чаты, в которых люди собираются, для того, чтобы, вот видите, нет, вы видите, что происходит? Только что здесь было сколько? 16 штук. Вот уже кто-то купил, пока мы с вами заскопаемся. Понимаете, что происходит? И сейчас быстро, и чем меньше здесь остаётся разница вот в этих двух цифрах, тем быстрее будет лод этот таять. И как только здесь будет 144, и здесь тоже, естественно, 144, они так и останутся, этот лод уйдёт на продажу. Понимаете, что происходит? И вот таких вот товаров у нас огромное количество на площадке. То есть если мы посчитаем с вами сейчас, сколько у нас товаров вообще вмещается на спринборде уже сейчас. Вот очень симпатичные шапочки, есть кепочки разные, да, но они по 6 долларов. Если мы, например, зайдём вот сюда и захотим зарезервировать эти шапочки и кепочки, а он мне пишет, что 96,25 у меня не хватает, у меня не хватает денег, потому что вы помните, сколько у меня там 10 копеек осталось, да, 10 центов. Поэтому мне для того, чтобы резервировать эти шапочки, нужно пополнить свой баланс. Вот таким же образом, как мы это делали. Вот так. Как только я его пополню, мне система даст разрешение резервировать эти шапочки. Это вот произойдёт то, как мы с вами перед этим сейчас вот с этими друзьями разобрались. Вот точно так же каждый из вас сможет это сделать на своём спринборде. Ну что, таких вопросов есть? Что ещё вам показать на открытом экране? С каких платёжных систем? С каких платёжных систем? С карточки, мастер-карст, виза. Да, карточки, мастер-карст, виза. Если не подтверждать товар, самолёт, они ничего не подтверждают. Мы выбрали товар и всё. Мы выбрали товар и всё. И занимаемся своими делами. Не занимаемся своими делами. Да, здесь в этой торговле мы вообще не участвуем. Вот в этой торговле, в торговле на спринтборд, работает компания. Компания купила какое-то количество товаров оптом, очень дешево, из Китая. Привезли к себе на склад. И этот товар предлагают нам резервировать, заплатить за него денежку, да, но по мере продажи, естественно. И когда он продается, то мы с вами получаем прибыль. Все, вот так работает спринтборд. Если мы будем говорить о торговле уже с магазинами, как это вот второй источник дохода, да, именно с торговых операций, то там мы будем работать уже сами. Это будет другой инструмент. Это будет инструмент, который называется платформа. И мы сейчас вот, ну, покажем, да, Сереж? Ну, покажи, покажи. Платформу. Ну, покажи, да. Вот платформа находится вот здесь. И платформа находится вот здесь. Это магазин eBay. Это магазин eBay, который привязан к нашему Infinii. Вот сегодня, только сегодня я сделала листинг по видео, которое вчера Елена нам показывала. Да, то есть я сегодня лично сама с одним из своих партнеров на открытом экране мы сделали по видео вот этот вот листинг. Это Lego. И достаточно дорогой Lego. То есть это такой ходовой товар на самом деле. Вот. Здесь можно добавлять, ну, если вы посмотрите видео, как Елена там очень подробно обо всем рассказывала. С магазина Amazon, с магазина Overstock, с магазина Walmart и так далее. Вот здесь есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь торговых площадок. И в эти все торговые площадки интегрирована система платформы Infinii. То есть я всегда говорю, представьте себе такой осьминог с семью щупальцами, да. Вот осьминог у него семь щупалец. Вот он везде свои эти щупальцы в эти магазины забросил и берет на них информацию. Эту информацию он берет. К товару, который мы вот сюда заводим, длинную такую ссылочку, он в этих магазинах информацию выкачивает. И он этой информацией оформляет наш листинг, наш товар. То есть это товар, который мы берем в магазине, в том же Amazon, да, магазин Amazon, мы берем товар и выставляем на продажу на eBay. И это же не просто, вот знаете, как я говорю людям, которые, блин, не понимают, что такое, например, eBay. Я говорю, вы наш этот, авито знаете? Вот это примерно то же самое. Только у нас на авито есть еще и объявления. Ну, разные там, работа, не работа, там, вакансии и прочее, прочее. Но на авито у нас все продается. В первую очередь вот эта площадка авито, наша рунетовская, она предназначена для торговли. И те же самые вакансии, это все продают, да, люди продают специальности, там, профессии, вакансии и так далее. Вот eBay, это примерно тот же самый авито. И на eBay точно так же, как и на авито, могут продаваться и какие-нибудь все бывшие его потребления, товары, одежда. Вы знаете, что на авито продается. Вот у моей внучки ходунки. Вырос ребенок из них, да, племянница взяла, на авито выставила и продала их. Все то же самое происходит на eBay. Там могут продаваться разные игрушки, не игрушки. Вот этот вот конструктор, этот лего, который я выставила, да, он может продаваться там новый или бывшие его потребления в 3-4 раза дешевле и так далее. Вот eBay, это тот же самый авито. А Амазон, вы знаете, с чем я его сравнила? С чертизоном. Еще и созвучно, да? Вы знаете, наверное, когда-то в Москве был огромный рынок, на Черкизовской находился, метро Черкизовская. Его называли Черкизон. Его не стало уже давно. Это место вычистили, всех выгнали оттуда. Но рынок, он там был и очень долго. Так вот, на этот рынок, а он был огромный, туда привозили товары из Китая, из Вьетнама, из Турции, откуда угодно. Туда приезжали поставщики, там были склады. И туда люди приезжали для того, чтобы купить и перепродать в регионах вещи и какие-то, да, и одежду там, все что угодно. Куклы, сумки, все что угодно. Вот Амазон, это примерно такая же хреновина, только в миллион раз крупнее, да, или в миллиард раз крупнее. То есть, что происходит? На Амазон поставщик привозит, привозит, привозит свой товар. Поставщик, кто такой поставщик? Это какой-то производитель. Неважно, где он находится. В Америке, в Европе, в Китае, где угодно. И есть на Амазоне люди, которые партнеры, да? Вот поставщик на Амазоне, он партнер, он привозит свой товар. И это не виртуальное что-то такое, а это конкретно куча чего-то, да, которые приезжают в Соединенные Штаты, на Амазоне, на торговых вот этих вот складах, площадях, они там этот товар размещают. То есть, вот продавец, сам поставщик, он платит за аренду площадей, за хранение товаров. Все как бы происходит таким вот одинаковым образом. То есть, партнеры, которые работают, вот поставщики, есть такое понятие, но это тоже у нас в МПНИ возможно будет, и мы этим тоже будем заниматься. Тот, кто захочет, тот, кто сможет, тот, кто не остановится на спинборде, а тот, кто хочет действительно больших денег и больших доходов, да, тот пойдет и будет поставщиком у Амазона. То есть, что происходит? Вот Сергей, например, он пошел на eBay, он вот это вот все освоил, вот это вот размещение товаров, копирование и так далее. Я не сейчас про спинборт говорю, чтобы понятно было, да. Спинборт – это вот оно вот такое вот маленькое, вот то, что мы сейчас с вами прошли. Это вот такая вот площадочка, на которой мы берем, размещаем, немножечко там чего-то, какое-то тюк-тюк-тюк, три секунды потратили и забыли. И оно ушло на продажу, и компания сама все за нас делает. А вот если мы напрямую работаем с магазинами, это немножко другая песня, это совсем другой инструмент. Это вот этот инструмент, это вот этот инструмент. Это здесь мы будем все размещать и все оформлять и выставлять в магазине. Это шаг номер два, будем так говорить, да. Вот мы все это научимся делать, вот мы с вами начнем здесь зарабатывать, вот мы с вами жирком-то пообразим маленечко, деньжат-то поднакопим, да, и мы пойдем с вами в Китай. Ну это я так сейчас, да, понятно, что говорю образно, и понятно, что не все это будут делать и так далее. Но тот, кто захочет, тот, кто пойдет по этому пути, он пойдет на шаг номер три. А дальше, может, будет шаг номер четыре и так далее. То есть мы всегда в этой профессии растем. И мы с вами идем в Китай, и мы с вами находим поставщика, какой-то товар. Представьте себе вот то, что сейчас на нашей площадке спейнборд. То, чем мы сейчас с вами занимались, да. Заколочки, игрушечки, все там по три копейки, все, значит, оптом. Вот мы приходим с этим, берем кучу этого товара от производителя, и мы с вами поставщики. У нас в Китае есть производитель, который делает товар дешевый, который пользуется спросом, и мы идем на Амазон, регистрируем свой аккаунт как партнер. Это уже тот аккаунт, за который мы с вами будем платить 40 долларов в месяц, 39.95, да. Но там совершенно другие деньги. Это оптовые поставки на Амазон. Это то, что вы, Сергей, я, любой из нас сделает через полгода, может быть, или через год, да, как упираться будет, из каких, как говорится, денег начнет, и какие товарообороты будет делать, и как будет он быстро жирком обрастать. И вот тогда это совершенно другие деньги. И вот тогда вы как оптовик идете на Амазон, у вас есть свой бренд, то есть вы берете товар у производителя в Китае и говорите, что это товар, я не знаю, там, лилия, там, какое-то там, что-нибудь придумываете себе, какой-то там логотип бренда и так далее, рисуете картинку, это мой товар. Это называется личное брендирование. То есть на самом деле, что я сейчас говорю, о чем я сейчас говорю? Я говорю о возможностях, которые дает нам компания Infineye. Вы эти возможности можете взять сами, без компании Infineye. Легко. Но нелегко. На самом деле это будет нелегко. Потому что вот этот вот инструмент, который вот, который вот я вам показывала, да, мой листинг, вот я его сделала и так далее, то, что Елена показывала вчера, вот она делала, да, это делается быстро и легко, только на инструменте Infineye. Если это все делать вручную, то, как сказала Романова, никаких денег не захочешь. Ты будешь сидеть в компьютере целыми днями с утра до ночи и будешь только и делать, что заполнять, и 3-4 товара выложишь за день, да, и копыта отбросишь уже. Ну, то есть как бы это не просто, это время занимает. И это не будет так легко и отслеживаться. В общем, обсчитываться, да, то есть когда мы вот, пользуясь вот этим инструментом, работаем вот на этом инструменте и выкладываем при помощи этого инструмента товары на свой ebay, мы тратим очень мало времени. Мы делаем все легко, красиво, много, много, а если много, то это товарооборот, и мы быстрее достигаем своих целей. Понимаете? Поэтому весь, вся прелесть компании Infineal в том, что она делает вот эту работу за нас. Она ищет описание, она считает проценты, она смотрит, где это лучше, так сказать, ну, как бы здесь есть еще и дополнительные ресурсы, на которые мы будем ходить, да, но это уже будет следующий шаг. А так мы, в общем-то, легко и просто копируем товар на Амазоне или на другом каком-нибудь вот, если мы посмотрим, да, то есть сейчас у нас ребята, которые на Walmart брали товары, например, да, они их здесь взяли, провели через эту площадку, здесь сделан листинг, здесь сделано все, и они выставили на ebay свой товар. А что такое на ebay? Как это на ebay? Что на такое получается? Подожди, подожди, мы уже много даем информации, что дело сейчас людям. То есть, вот то, что ты сейчас рассказала, это будет следующий шаг после спринтборда. То есть, во-первых, я почему сейчас дал? Во-первых, пора вам купить товар на спринтборде, и все, а потом надо будет сделать 7 шагов по обучению, которое нам была компания. Вот, Лилия, открой, пожалуйста, где у нас находится обучение в компании. Ты имеешь в виду вот здесь спринтборда, который... Нет, по спринтборду ты сейчас показала, именно обучение, тренинг. Обучение, да? Тренинг. Так, тренинг. Тренинг. Ребят, чтобы было вот прям вот, не было это вот так вот замодно, и все такое, да? Просто вот то, что я вам рассказывала сейчас, о наших дальнейших шагах, и о наших возможностях. Это я делала не для того, чтобы вы сейчас прям бежали и это делали. Нет, совершенно не для того, чтобы вы видели перспективу. Только для этого. Конечно, мы будем начинать с обучения и со спринтборд, но должна быть у человека мотивация, должно быть видение то, куда мы идем, и для чего еще мы все это делаем. Вот здесь вот мы имеем конкретное обучение от компаний. Это уроки. Вот мы кликаем на первый урок. То есть первый урок. Создать аккаунт. И открывается вот такой урок. Создать аккаунт. Создать аккаунтный вы. Вот здесь вот сиси, вот такие две буковки, мы открываем русский язык. Мы даже звук можем выключить. Можем даже звук выключить, да? И мы увидим титры. Нам чувствую, что мы увезем. По большому счету. Но здесь шаг за шагом видео очень короткие. Минута, полторы, две минуты это видео, но здесь есть, что нужно делать и как нужно делать. Хорошо, это сделаем. Помимо того, что здесь видеоролики есть все. Мы это закрыли, следующие открыли, да? Да, да. И здесь эти видеоролики, они вот сформированы. Это видеоролики насчет ebay магазина. Это видеоролики насчет амазона. Бананза. Еще. И здесь вот будут перевод видеороликов для других стран, да? Сережа, правильно здесь перевод? И на сегодня делаем пока только... Или вот это вот интернационал. Интернационал тренинг, то есть международный обучающий. Да, интернационал тренинг. То есть вот здесь вот будут ролики, может быть сейчас еще здесь нет перевода. Пожалуйста, можете смотреть эти ролики. Здесь есть уже перевод, тот же самый, те же самые титры здесь есть. Вот каждому нужно вот эти ролики изучить. Все вот эти вот. Все, абсолютно все нужно посмотреть, все изучить. И нужно сделать простые вещи. Нужно сделать аккаунт на ebay. Нужно сделать платежную систему PayPal. Нужно связать эти две вещи. Платежную систему и аккаунт. Это все на самом деле совсем несложно. Везде есть пошаговые действия. Везде есть ролики. То есть это, ну как, можно только желание иметь. Вот у кого есть это желание, тот это научится делать. У кого нет этого желания, у вас есть другой путь. Не ходить никуда. Не торговать, ни на PayPal, ни на эти самые, не заводить ничего, если совсем кто-то не хочет. Но вы пришли в компанию в любом случае зарабатывать, правильно? Не просто же так. Поэтому, если уж ты в компании, ты уж для того, чтобы заработать, уж что-нибудь делай. Либо торгуй, либо людей приглашай, которые будут торговать. А ты с этого, с этой торговли, с товарооборота, не только за лицензией, но даже за торговлю, партнер вышестоящий будет, спонсор всегда будет иметь определенные бонусы и награду от компании. Понимаете? Поэтому, давайте так. Если уж мы в компании, давайте что-нибудь делать. Если мы ничего не делаем, значит и денег мы никаких не получим. Получит деньги только тот, кто будет работать. Вот и все. Хорошо, друзья. Давайте на этом моменте сделаем итог, что надо сейчас вам сделать. Значит, первое, что мы делаем, кто не активировал свой кабинет, активируйте, берите маленький пакет, большой не надо, маленький прайм за 50 рублей, и держите в резерве еще 15 долларов. Для того, чтобы на спринтборде зарезировал товар, как раз ему потребуется 15 долларов. Как раз ему потребуется 15 долларов. Все. То есть первый шаг вот это сделаем. Все этого вы свои 150 получили. Значит, со спринтборда, чтобы вы не пугались, там в районе 2000% придет с продаж, ну пусть будет полторы тысячи в среднем процент. Не пугайтесь, сумма будет большая в процентах именно. Но именно много денег там не заработаешь в связи с ограничением на количество товаров. То есть 200, 300, 400 долларов можно будет иметь на спринтборде в месяц. Этого хватит на ежемесячную область и еще на жизнь останется. И следующим шагом вы идете в раздел тренинг и, внимание, делаете только раздел по ebay. То есть первые 7 шагов. Все остальное будете делать позже. Амазон, Банансу пока не трогаем. Амазон, Банансу пока не трогаем. Только ebay. И спринтборд. Только ebay. На этом вот на сегодня будет вам достаточно деятельности на 1,2,1. А потом мы встретимся и продолжим. Плохо слышно, говорят. Плохо слышно, говорят. Ну, я это все записал. Я это все записал. Сильно обрабатывать не буду. Сильно обрабатывать не буду. Закрою единственный раздел, где мы товар на спринтборде. Выбираем. Потому что нам нельзя показывать этот товар. И выложу в чате. Вот в последнем чате, где мы все собрались, где ваша группа собралась. Вот там я выложу этот видеоролик. Там я выложу этот видеоролик. Ну, как и так, да. Закрубляемся тогда на сегодня. Закрубляемся. Встречаемся либо завтра, либо послезавтра. Либо завтра, либо послезавтра. Сереж, а скажи, пожалуйста, можем мы расширить нашу аудиторию вот в этой комнате? До скольких человек? Комната не моя. Комната не моя. Во сколько? Давайте уже... Определимся по мере поступления вопроса. Либо завтра, либо послезавтра. То есть, Туяна мне скажет... Я думаю, послезавтра, чтобы не напряжено, чтобы не граться. Послезавтра где-то в обедах. Это комната Туяны Аюшиной. Это комната Туяны районный. Да. Поэтому, если она разрешит, значит... Поэтому, если она разрешит. До ста человек Туяна пишет. До ста человек Туяна пишет. А, ну, отлично. Ну, вообще, нам нужно как-то продумать инструмент для того, чтобы он у нас был. Вот таким образом собираться, общаться, иметь обратную связь, показывать экран. Это... Ну, и регулярно проводить про такие обучения. И все это, как бы... Чтобы под контролем было. Чтобы люди не выпадали из темы. И всегда имели возможность получить информацию. Заранее ссылка, конечно, будет. И заранее будет информация, когда будем собираться. То есть, с вашей группой, с учетом разницы по времени, ну, в районе трех часов дня. Думаю, нормально. Ну, да. Хорошо. Хорошо. Договорились. Все, да. Всему... Все, да. Удачи. Да. Тогда... Удачи, отеля. Все, всем пока-пока. Все, спасибо. Всем спасибо. Всем удачи.